всем привет с вами вандарь и у нас сегодня будет видео о том как играть через роботов как до них дойти через что проще всего на них выйти и какая разница между роботами андроидами и синтетики до синтетиков очень тяжело дойти особенно в сетевой игре если карта большая то тогда возможен то конечно такой вариант но если вы дошли на средней карте до синтетика то это очень хорошо но давайте пожалуй начнем проще всего выйти на роботов играя через на крати у меня это я уже просвещенный теократию взял вот на кратия можно взять и от разработчиков раз вы ее выбрать через нее попробовать абсолютно юзабельная хорошая раса чем же проще выйти на роботов до тем что альтернативные исследования у нас здесь плюс один то есть это означает то что мы будем выбирать не из трех вариантов да а из четырех у меня здесь уже из пяти даже то есть у вас самом начале будет три варианта если с альтернативной через на крати у вас будет четыре варианта выбора и вы можете то есть у вас будет шансы фактически на одну четвертую больше на то что у вас выпадет то что вам нужно и так чтобы вы выйти на робота вам в начале нужно чтобы у вас был экзоскелет экзоскелет это мы сейчас его найдем да так исследовано нажмем и пойдем в самый низ у меня кстати здесь не получилось вот смотрите активные экзоскелеты дают урон армии плюс пять процентов и минералы плюс пять процентов и этим активные экзоскелеты открывает рабочие роботы и технологии и вот именно эта технология открывает вам поселение робот поселение робот откроется вам если вы здесь нажмете постройку и самое верхнее будет там доступен робот за 150 энергии за 50 минералов вы сможете построить робота и так робот робот вообще он человек такой даже не человек механизма абсолютно счастливые если его ставить на пищу на минералы то он будет вам добиваться 100 процентов без всяких там дебафов будет все отлично у вас по добыче минералов и пищи но обратно пропорционально будет у вас с технологиями и с энергокредитами так что поселение ваши живые лучше ставить конечно же на ученых на электроэнергию а вот роботов уже ставить надо добычу пищи и минералов сами роботы все таки если вы посадите на электростанцию то они будут вам добывать минус 40 процентов от общей добычи на определенном участке и по научным технологиям тоже конечно будет дебаф давайте посмотрим на следующих роботов мы посмотрим исследованных наших все таки до него можно дойти в сетевой игре на маленьких картах и не сильно быстро но все таки достижимо даже на мид картах это вот смотрите открывает армию армии роботов ну и открывает доступное для создания поселения android то есть дроиды выучите в принципе 2277 очков не так и долго учиться и вот как раз такие андроиды уже более интересные пареньки такие да она заключается в том их не поселение что даже если вы садите на электростанцию то уже будет не минус 40 процентов а минус 20 процентов и если вы поставите энергоузел который дает плюс 15 процентов второго уровня то фактически 5 процентов вы будете только терять так это при роботах на электростанциях но и на научных тоже ну и следующая идет армия механизмов таких на очень очень далеко видите сколько я развил всего в инженерном пока на них вышел и вот она синтетики красная 7185 очков открывает армию андроидов открывает доступная для создания поселения синтетик и что-то там еще и искусственный интеллект открывает так вот как раз таки синтетики до которых если вы уж дошли честно говоря они уже ощущают эмоции у них уже есть части до свое и у них смотрите за искусственный интеллект порабощение у них идет минус 25 процентов счастья идет за каждого соседа но у нас как отвратительные идет минус один процент но это не так уж и много мало да как хотите скажите но смотрите у меня есть вот в восьмом поселении до инопланетный зоопарк который дает плюс 10 процентов счастья у меня есть супер развлекательный центр который дает плюс 15 процентов счастья и тем не менее все равно мы видим синтетики у нас озлобленные за эксенофобия минус 10 процента видите от соседей здесь всего лишь три процента но здесь действует мир мироволюбиво минус 2 инопланетные сюзерены минус 20 искусственный интеллект минус 25 то есть здесь много много факторов которые уже будут влиять мы посмотрим просто можем даже взять и пересадить смотрите у нас физика 3 общественные 1 и инженерные 5 но пересаживаю у нас 3 1 4 получается синтетиком фактически так же он да сидит да на научных базах но фишка в том просто да у нас же умелые инженеры за счет этого да идет еще плюс один по инженерии но фактически если можно справиться я уже убить и пробовал порабощать думал в чем же дело но видимо и чем-то другом потому что и тельдаровый завод поставил просто нужно посмотреть на эти факторы и попробовать там либо переселить на одну планету и что было они там сами по себе были но если мы посмотрим то здесь видите они и фанатичные материализм минус 10 инопланетные сюзерены и порабощение и просвещение примитивных миров то есть мне кажется они причину все равно найдут и если поставить развлекательные центры тельдаровые то увидите у меня обычные жители 85 процентов и нормально они добывают и я не вижу прям такой разницы чтобы именно переходить синтетики так что все таки вот в андроидах и андроиды интересны сами по себе но вот синтетики они такие парни привередливые и с ними нужно быть осторожны ну и давайте я вам еще покажу такой момент мало кто знает да и нажимаем мы на кнопочку правительства f1 и у нас здесь есть форма правления и ее можно просто напросто менять у нас изначально было на кратте мы перешли просвещенную технократию и здесь у нас есть еще на выбор плутократия карпат корпоратократия и будь то у вас абсолютная монархия вам можно будет переходить в глобальную монархию можно переходить с военной хунты уже милитаризм ну то есть военную диктатуру и вот этим пользоваться тоже нужно потому что там если взять вот на кратию да здесь альтернативное исследование плюс один количество лидеров плюс один то уже просвещенный будет плюс два плюс два у плутократии по пять процентов минералов энергокредитов корпоратократия уже идет плюс 10 плюс 10 то же самое есть и глобальной монархии там идет не плюс 10 как у абсолютной монархии идет уже плюс 20 процентов добычи пищи и минералов рабами на это тоже заостряйте внимание и возможно перейти в какой-то иной режим в определенной ситуации будет очень выгодно также не забывайте момент что при колонизации планеты роботизированные поселения вам помогут намного быстрее достигнуть количества в пять поселений которые требуется для улучшения до планетарной администрации это очень полезная вещь и пользуйтесь ею ну в принципе по роботам я вам все рассказал что непонятно или есть еще какие-то вопросы задавайте в комментариях обязательно отвечу вот в принципе вот такие вот нюансы и введение развития по поводу роботов синтетиков андроидов я надеюсь вам было полезно мое видео с вами был вандер всем пока